ЗВОНОК В ДВЕРЬ Николай Джерик из Югославии спрашивает, почему, когда пьют вино, чокаются? Давным-давно, на заре цивилизации, обычным делом было избавляться от врагов, дав им отравленное вино. Чтобы доказать отсутствие яда, хозяин по обычаю брал свой стакан и просил гостя плеснуть туда из своего. А потом оба пили одновременно. Но если гость хотел показать, что доверяет хозяину, он ничего ему от себя не отливал, а просто касался своим стаканом чужого. И этот символ доверия превратился в нашу традицию чокаться. Пытливые умы Никак что-то не могу заснуть. Почти все люди временами страдают от нарушений сна. Обычно это просто немного раздражает, но иногда дело доходит до серьезных расстройств здоровья. Когда трудно заснуть или проспать всю ночь, говорят о бессоннице. Она бывает у мужчин и женщин любого возраста. Фактически каждый третий, хоть раз в жизни, мучился таким состоянием. В чем же причина бессонницы и можно ли как-то с ней бороться? Чтобы понять, что такое бессонница и можно ли ее избежать, надо получше разобраться в одной из наших фундаментальных потребностей — сне. С точки зрения науки, сон — это естественное угнетение сознания и замедление обмена веществ. Но это нечто большее, чем просто отдых от повседневных забот. Это жизненная необходимость, по значению не уступающая воздуху, пище и воде. Так зачем нам нужен сон? На этот счет существуют различные теории. Одна из них, разделяемая большинством ученых, называется восстановительный. Сон для нас — это отдых и текущий ремонт. В это время уделяются вещества для роста и починки тела. Пока мы спим, иммунная система укрепляет оборону против вредных микробов, а головной мозг обрабатывает массу поступившей в него за день информации. Спим мы тихо. Но, как ни удивительно, этот период внешнего спокойствия полон взлетов и падений. В самом обычном ночном сне всегда присутствует несколько различных фаз. Чтобы разобраться в них, заглянем в центр нарушений сна. Здесь у нас, в Торонто. Ученые уже давно анализируют особенности нашего сна. Чтобы следить за процессами в спящем теле, они прикрепляют к людям специальные электроды. Электроды позволяют записывать энцефалограмму, кардиограмму, мышечную активность, кровяное давление, чистоту дыхания и так далее. Подключенный к приборам человек спит в специальной комнате. Нормальный ночной сон начинается со стадии засыпания. Мышцы расслабляются, волны энцефалограммы частые и мелкие. Потом наступает стадия 2. Волны уже крупнее, со вспышками электрической активности. Затем идут стадии 3 и 4. Это глубокий сон. Волны редкие и крупные. А тело полностью расслаблено. Труднее всего нас разбудить, если у нас 3 и 4 стадии сна. Глубокий сон очень важен. Во время него усиливается выделение гормона роста. Считается, что в это время происходят основные ремонтные работы внутри организма. Примерно каждый час на стадиях 3 и 4 происходит странное. Мозг активизируется. Температура тела, сердечный ритм, частота дыхания возрастают. Все внутренние показатели такие, будто человек бодрствует. Но самое удивительное – наши глаза. Они начинают бегать из стороны в сторону. Поэтому такие периоды называют сном с БДГ – быстрыми движениями глаз. Это сон со сновидениями. Некоторые считают, что именно БДГ-сон служит для обработки мозгом накопленной за день информации. Отсеивание ненужных сведений, которые иначе перегрузили бы нервную систему. Хороший ночной сон – это чередование периодов с БДГ и без БДГ. Примерно 75% времени сон без БДГ – восстановительные фазы. Около 25% ночи мы видим сны. Эти БДГ-периоды со сновидениями становятся чаще и длиннее к концу ночи. К счастью для окружающих, человек, видящий сны, практически парализован. Поэтому не может, так сказать, активно участвовать в своих сновидениях. Но какая связь этого сна с БДГ и без БДГ с бессонницей? Людям, которые ею страдают, трудно оставаться спящими достаточно долго, чтобы наступили стадии 3 и 4 – глубокого восстановительного сна, когда тело отчасти обновляется. Значит, их отдых неполноценен. Неспособность достичь стадий 3 и 4 могут вызывать различные причины. Смена часовых поясов, внешние раздражители, нерегулярные подъемы и отбои, стресс, депрессия, дыхательные расстройства типа астмы, боли, как, например, при артрите, нездоровый образ жизни, включая пьянство. Много кофе на ночь, физические нагрузки по вечерам или интенсивные интеллектуальные занятия непосредственно перед отходом ко сну. Прием некоторых лекарств вызывает бессонницу как побочный эффект. Бессонница может мучить человека и одну ночь, и больше месяца. Поэтому надо устранять ее причины, не запускать случай. Уже после одной бессонной ночи вы становитесь раздражительным и довольно быстро утомляетесь. Две бессонных ночи, и вам трудно сосредоточиться и выполнить простую работу. Трое и более суток без сна появляются навязчивые идеи, а также слуховые и зрительные галлюцинации. Пытливые умы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова